Вопросы благоустройства сельских населенных пунктов звучат практически на каждом приеме. К Юрию Полякову Анапчанка пришла с благодарностью. А мы говорим о пешеходной дорожке, которую нам сделали в стадии Анапской. За пять дней скосили траву, за пять дней положили бетон. Теперь у меня вопрос вот какой еще к вам. Видите, у нас через каналу нет мостика. Мостик должен быть с перилами. Здесь же вопрос уличного освещения. Если есть линия для подключения, то свет будет, отвечает глава. Александр Гаврилович проживает в Субсехе. С Юрием Поляковым он обсуждает перспективу строительства объездной автомобильной дороги, которая разгрузит основную трассу. У нас дорога, только Субсеха спускайтесь, уходит вправо на улицу Миро. А мы в Кутку, что-то что-то делаем. Будем, да. И вторую дорогу будет нам проектировать Будалин. Еще одну там уходит. То есть, чтобы разгрузить вот это направление Анапское. То есть, кто едет в Анапу, тот в Анапу. Кто мимо Анапы, может уходить вправо. То есть, мы этим вопросом занимаемся. Понятно, что это не сделается за месяц. Потому что у нас сто семь дней, как сказал архитектор, уйдет только на планировку вот этой дороги первой, о которой я говорю, где мы выделяем сервитут. Публичные слушания о выделении сервитута назначены на 24 июля. Юрий Поляков не ослабляет контроль в этом вопросе. Эмоциональным получился разговор об оказании сезонных услуг. На сей раз речь шла об аттракционах на Пионерском проспекте 70-D. Предприниматель просит отозвать иск администрации о расторжении договора аренды. Это как надо не любить город Анапы, чтобы устроить там вот такие аттракционы, крашеные колеса. Послушайте, уже как бы 21 век на улице. Все должно быть современно. Потом, это не место для аттракционов. Ну, поработали достаточно. Освободите, дайте возможность. Мы там лавочки поставим, освещение сделаем. Делаем прогулочную зону какую-то. Всю зиму стоит, чем-то скрученное натянут. Какие-то ужасные заборы. О благих намерениях говорить не приходится. Альтернативу сменить дислокацию на более подходящую, например, в парке предприниматель не рассматривает. Но и позиция администрации останется неизменной, гарантирует глава города. Я вам обещаю, что там не будет ни аттракционов, ничего. Там будут лавочки, свет и зеленая зона посредине. Вот это могу вам пообещать. И это мы сделаем. Это наша муниципальная земля. Все, спасибо вам. По поручению Юрия Полякова проверки деятельности аттракционов на курорте продолжаются.